Здравствуйте! Накоплю с итоги дня в Казахстане. Меня зовут Алексей Рыблов. Главное сегодня. Центр избирком в полночь завершает регистрацию кандидатов на пост президента. С 3 марта стартует агит-компания. Вслед за румынскими правительствами обращение 13 общественных деятелей попало в казахстанский парламент в письме требования проверить законность покупки компании «Казмунайгаз» румынской «Ромпетроу». С такими ценами до 3 апреля не доживем. Байкот ценам, бойкот выборам. Я не иду на выборы. Активисты незарегистрированной Алги провели акции протеста против роста цен по всей стране. Сегодня решающий день для кандидатов на высший пост в Казахстане. Ровно в полночь по времени Астаны Центр избирком подведет итоги и огласит окончательный список потенциальных президентов. После чего сразу же по всей стране стартует агитационная кампания. Сегодняшний день уже показал, что кандидатам не терпится заявить о своей кандидатуре на кресло президента всевозможными способами. Иван Тулинов наблюдает за предвыборной гонкой. Кандидаты в президенты в предвкушении старта агитационной кампании. Коммунист Жамбыл Ахмедбеков со товарищей сегодня в Астане рассказали о создании Центра поддержки подлинных выборов. Его целью будет защита прав граждан во время избрания президента. Государственный аппарат власти отвернулись от своего народа. И разрез между народами и властью увеличивается с каждым днём, с каждым часом. Поэтому я хочу именно, чтобы власть услышала голос народа. Другой кандидат в президенты окучивал сегодня алматинскую общественность. Эколог Мелс Елиусизов в преддверии Наурыза обратился к действующему президенту Акиму Алматы и других областей с призывом побить мировой рекорд по посадке деревьев. Сторонние наблюдатели связывают акцию с желанием засветиться в СМИ до старта предвыборной гонки. Допустим, как воспринимать? Сегодня я могу говорить всё, что угодно. Но я не говорю о выборах, я говорю о такой традиционной акции, которую я всегда проводил. Она воспринимается людьми, но если такой человек начнёт говорить, значит, это грош цена этому кандидату и грош цена этому человеку. Между тем, конкурент Елиусизова, выдвиженец от зелёных мусыгали Дуамбеков, и вовсе не выдержал накала предвыборных страстей. Он неожиданно для всех отказался от борьбы за главное кресло страны, несмотря на выполненную норму. Он сдал 100 тысяч подписей вместо 91 тысячи, положенной по закону. Экс-кандидат сетует, избиркомы в регионах препятствуют сбору автографов. Для меня очень сложный момент, и я сегодня, значит, только что забрал заявление. Из этих 100 тысяч всё равно я не наберу те 90, потому что я чувствую, что они мне в лице крылышко подрежут. Центральная избирательная комиссия уже готовится провести своё очередное заседание. Оно станет решающим для всех кандидатов в президенты. Сдавших кандидатские минимум всего четверо – это Нурсултан Назарбаев, Мэлс Елиусизов, Гани Касымов и Жамбыл Ахмедбеков. Судьба оставшихся будет решена в ближайшее время. Иван Тулинов, Талаб Жакопов из Астаны, Казахстан. Из оставшихся семи претендентов свои кандидатуры уже сняли Мусагали Дуамбеков, Жаксыбай Базильбаев и Канат Турагильдеев. Остальные же претенденты – Курмангазыр Ахметов, Серик Сапаргали – настаивали, чтобы ЦИК продлил сроки на сбор подписей до 10 марта, на что избирательная комиссия ответила отказом. Сапаргали уже заявил, что намерен снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. О причинах обещает рассказать 3 марта на пресс-конференции в Алматы. Единственная же претендентка Гульдана Токбаева в интервью агентству «Тенгринью» сообщила, что впервые узнала о том, что регистрация кандидатов завершается именно сегодня. Непонятная ситуация с еще одним претендентом на пост главы государства Салимом Отеном. Он потребовал в Верховный суд снять кандидатуру действующего президента Назарбаева с досрочных выборов и заявил, что его участие в президентской гонке зависит от решения суда. Что касается подписей, то, как утверждает Салим Отен, собрано порядка 97 тысяч автографов в его пользу. Но сегодня он их так и не сдал в ЦИК. Разъяснить ситуацию мы попросили Салиму Отена по телефону. А как вы свои шансы оцениваете? Ну, видели, в чем трагедия. Весь состав Высшего судебного совета утверждается, назначается президентом Республики Казахстан. То есть, все завязано на Назарбаеве. Поэтому я, по-моему, за таких иллюзорных не питаю, особенно, как за мнение на объективное суда. Ну, до конца надо бороться. Обращение 13-ти, которое озвучил на прошлой неделе претендент Салим Отен, попало сегодня в парламент. Активист незарегистрированной партии «Алга» Данил Носенко сдал в канцелярию парламента открытое письмо общественных и политических деятелей Казахстана с просьбой проверить покупку контрольного пакета акций румынской нефтехимической компании «Ромпетрол» национальной компании «Казмунайгаз». В это же время в Алматы руководство «Ромпетрол» провело встречу с представителями бизнес-изданий. Руслан Бахтигареев продолжит. Письмо с требованием расследовать обстоятельства покупки «Казмунайгазом» румынской нефтехимической компании «Ромпетрол» доставлено 2 марта в парламент Казахстана. Активист незарегистрированной партии «Алга» Данил Носенко сдал в канцелярию обращение подписанное 13-ю общественных деятелями республики. Аналогичное письмо отправлено правительству Румынии 24 февраля. Сумма сделки – около 3 миллиардов долларов – вызывает подозрения. «У нас премьер-министр говорит на страну, что по телевидению объявляют, что мы ожидаем вторую волну кризиса, а национальные компании вкладывают деньги непонятно во что. И вот с этим обращением мы пришли к депутатам и просим, чтобы они разобрались в этой сделке, которая вызывает сомнения у очень многих граждан нашей страны и граждан Румынии». В Алматинском отеле «Риксос» Ром Петров в этот же день встречается с представителями деловых СМИ. Телекамеру интернет-портала «Стан» на мероприятие не допустили. Однако генеральный директор Ром Петров Садуаха Смиралиев рассказал – «Дела у компании идут хорошо». Председатель совета директоров группы компании Ром Петров Дуллиген Баджанов добавляет письмо 13-и «Нелепые слухи». «Что касается некоторых публикаций, которые появились относительно сделки Ром Петров, мы полагаем, что это связано, очевидно, с предвыборной риторикой. И политика компании Казмана заключается в том, что мы не комментируем слухи и недостоверные информации». Один из подписавших обращения президент общественного фонда театра-мюзикла «Аксарай» Буата Табаев связь с предвыборным периодом не отрицает. Но и проблему видит не в этом. «С шулерами надо бороться по их же методу. У них крапленные карты, а что, мы честно будем играть? По их закону, что ли? Какой привет, таков и ответ». Впрочем, на честное расследование в Казахстане Табаев не надеется. Больше рассчитывают на сознательность румынцев. Может, они, в отличие от казахстанцев, не дадут водить себя за нос, не позволят разворовывать бюджетные деньги. Руслан Бахтигареев, Талаб Жакуков, Балжан Дрисов, Астана, Алматы, Казахстан. Высокие цены на нефть могут обернуться против стран-экспортеров. И прежде всего, арабских государств, которые входят в десятку мировых поставщиков черного золота. Такие прогнозы озвучил сегодня главный банкир Казахстана Григорий Марченко в интервью агентству РИА Новости. Напомню, цены на нефть за последние несколько дней выросли на 25 долларов. По мнению экспортеров, экспертов, вызвано это событиями на Ближнем Востоке. Галлопирующий рост начался с первыми волнениями и продолжается по сей день. Глава казахстанского банка, хоть и строит свои прогнозы относительно главных мировых экспортеров, но заявляет, даже если через 20 лет Казахстан станет пятым экспортером в мире, все равно цену на нефть мы определять не сможем. Кроме того, мы не входим в ОПЕК, заключил Марченко. Таким образом, по мнению главного банкира, цены выше 90 долларов за баррель в долгосрочной перспективе могут обернуться и против нас. Про политические исходы такой ценовой динамики для страны Марченко не рассказал. О политических и социальных последствиях арабского бунта говорили сегодня в Алматы ведущие эксперты государственных и независимых аналитических структур. Власти есть, что почерпнуть из ошибок режимов стран арабского мира и обеспечить свою национальную безопасность. Причины народных возмущений едины для всех восточных стран. К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола в Казахстанском институте стратегических исследований. Сырьевая ориентированность экономики, низкий уровень заработка, рост цен на продовольствие, тотальная коррупция и клановая система власти. Эксперты напомнили и о том, что половина населения Казахстана живет за чертой бедности, а более полумиллиона граждан без постоянного места работы. Если посмотреть на нашу ситуацию, действительно, мы начинаем только, мы находимся в начале этого пути, мы находимся практически, мы повторяем это, потому что мы тоже часть восточного мира, мы тоже часть техпроцесса, но мы только делаем. Многие спикеры, тем не менее, сочли своим долгом заявить, что, пытаясь примерить арабский сценарий на Казахстан, некоторые СМИ перегибают палку и притягивают за уши факты. В пример привели поступок уличного торговца из Туниса, Мохаммеда Буазизи, который не выдержал давления со стороны силовиков и совершил акт самосожжения. По мнению Булата Султанова, директора Казахстанского института стратегических исследований, в Казахстане, где власть уделяет столько сил развитию малого и среднего бизнеса, подобный сценарий невозможен. И после того, как полицейские на него наехали, после того, как наехали на него те, как у нас называется, санэпидстанция, пожарная инспекция, всем нужно отстегивать, у него уже прибыли нет. Он взял себе, сжег в знак протеста против вот такого беспредела со стороны силовиков. Вот повод. Поэтому давайте мы честно будем говорить о том, что ситуация, например, в странах Ближнего и Среднего Востока и в Казахстане, например, отличается коренным образом. Накануне президент Нурсултан Назарбаев озвучил официальную точку зрения страны, готовящейся принять обязанности председателя Организации Исламской конференции. Арабский кризис – прямое последствие кризиса финансового. По его мнению, правительства бунтующих стран были не готовы к смягчающим мерам. И им неплохо было бы поучиться у успешно выбравшегося из финансовой ямы Казахстана. Лидер нации красочно расписал ужасные последствия революции. Египет потерял примерно 5 миллиардов долларов экономики, и 10 миллиардов ушло из Египта денег. Вот, то есть, кто сказал, что нищета рождает революцию, а революция – еще худшую нищету. Вот так оно и получается. Некоторые страны будут жалеть о том режиме, который были когда-то. Вчера один фильм смотрел уже в Тиргизии, и говорят, как при Акаеве было лучше. Но опыт населения арабских стран, сплатившихся ради свободы, увидел весь мир, говорят эксперты. И такие настроения особо опасны для внешнестабильного Казахстана. Я, например, как эксперт, вижу опасность формирования протестного электората, если мы говорим вот о ближайшей перспективе, и нерешенность многих социально-экономических проблем в проекции на жизнь отдельной семьи и каждого человека. Особое внимание, по мнению экспертов, государству следует уделять социальным сетям и интернет-форумам, которые сыграли далеко не последнюю роль в арабских революциях. Запретить высказывать свое мнение в мировой сети невозможно. А вот провести мониторинг и понять реальный настрой и проблемы населения было бы очень полезно, считают эксперты. Диас Агбаев, Павел Энгельгард, Казахстан. Сегодня в ряде городов Казахстана прошли акции протеста против повышения тарифов и цен на основные продукты питания. Активисты незарегистрированной партии ОЛГА обвинили власти в разбазаривании денег. По их словам, правительство больше заботится проведением ненужных, на их взгляд, мероприятий, как Азиада и саммит ОБСЕ. В то время как большинство простых граждан вынуждено выживать в сложных условиях дикой инфляции. Рост цен на продукты питания 2 марта вылился в акции протеста. Люди вышли на улицу сразу в нескольких городах Казахстана. В Усть-Каменогорске активисты незарегистрированной партии ОЛГА выставили ведро с надписью «Бюджет». Мыльные пузыри на ветру – это намек. Таким образом мы пытались показать, что средства бюджета разбазариваются на не слишком полезные и нужные всему обществу Казахстана. Мероприятия как ОБСЕ, Азиада, чудесный саммит, который прошел просто шикарно, но без должной отдачи. И на фоне этого очень высоко поднялись цены на продукты питания, на средства первой необходимости для граждан. В Южной столице, возмущенные бездействием властей, пожилые люди грозят бойкотом грядущих президентских выборов. Объясняют, повышение цен началось одновременно с объявлением о начале предвыборной гонки. Место проведения акции символическое – здание алматинского филиала государственного центра по выплате пенсий. Люди, сейчас мясо, уже простые люди, пенсионеры, уже не покупают мясо. Картошка, с картошкой, с хлебом можно еще прожить. А если на картошку повышают цены, это вообще позор для Казахстана. У нас какие богатые звери. В общем, я против бойкотов полностью поддерживаю, который объявил партию ОЛГА и народовластия. И это выбор, считаю, незаконным. Еще одна акция протеста состоялась на юге страны, в Таразе. Здесь полицейские задержали активистку ОЛГИ Эльмиру Айтпекову. Вместе с ней в райотдел полиции попал и журналист Андрей Сивко. У него изъято фото и видеотехника без составления протокола. Все три акции, хоть и оказались непродолжительными и немноголюдными, дают понять – рост цен казахстанцы считают неприемлемым. Тимур Ермашев, Алла Степанова, Тимур Акчурин, Усть-Каменогорск и Алматы, Казахстан. С такими ценами до выборов не дожить. Это лозунг семейских активистов незарегистрированной партии ОЛГА. Сегодня они озвучили его у местного рынка. Оппозиционеры вышли к народу с плакатом. Они требовали остановить рост цен на продукты питания. С такими ценами до 3 апреля не доживем. Бойкот ценам, бойкот выборам. Я не иду на выборы. На площади у торгового центра активисты политорганизации стали распространять агитационные материалы. По мнению алгинцев, нынешняя власть настолько уверена в успехе предстоящих выборов, что даже недовольство граждан массовым подражанием продовольствия никак не повлияет на победу действующего президента. Своеобразный флешмоб длился не больше 15 минут. Оппозиционеры оперативно раздали листовки и свернули деятельность, чтобы не привлечь внимание полицейских. Власть специально повышает цены, рассчитывая только на то, что люди как голосовали, так и будут голосовать только за нее. Бойкот выборам в пользу чистого воздуха предлагают провести активисты Павлодарского филиала, незарегистрированной партии «Алга». Власти страны предложили запустить в регионе химический кластер. В Павлодаре уже построили завод по производству каустической соды. Теперь на очереди производство цианида натрия. Однако дышать цианидом жители региона не желают. Сегодня они провели акцию протеста против строительства нового предприятия. Евгения Бодрова продолжит. У нас будет открыто производство по выпуску цианида натрия. Вы будете этим загрязненным воздухом дышать. Сегодня мы вам предлагаем купить чистый воздух. По сколько стоит? Талон обменяйте. Пока воздух по талонам, но бесплатно. После выборов, возможно, придется раскошелиться. Хочешь дышать чистым воздухом – бойкотируй выборы. Акцию протеста против строительства завода по производству цианида натрия активисты незарегистрированной партии ОЛГА объединили в Павлодаре с акцией по бойкотированию выборов. Мы сегодня вышли именно, что протестуем против того, чтобы на Павлодаре устроился этот завод. И объявляем то, что если ты завтра не хочешь покупать чистый воздух, либо ходить в противогазах, бойкотируй выборы. Цианит натрия очень токсичен, а его производство – одно из самых губительных для окружающей среды. Одна десятая грамма вещества может убить человека. А в организм цианисты натрия попадают не только через дыхательные пути, но и порезы на коже. Как оказалось, даже подобная акция не может пройти без внимания со стороны. Кроме журналистов, за мероприятием внимательно наблюдали люди в штатском. После проведения акции активисты ОЛГА обнаружили за собой слежку. Дорожные полицейские несколько раз останавливали партийцев и проверяли документы. Даже во дворе собственного дома. Остановил, потом мы начали снимать. Удостоверение он не предъявил, не представился. Все начали снимать, вызвали резонанс у него. Он с кем-то разговаривал по сотовому телефону, видать, получал от кого-то инструкции. Однако партийцы уверяют, ни слежка, ни очередная проверка документов не помешают проведению подобных акций. И добавляют, а вот чем дышать – свободой или вне свободе, чистым воздухом или испарениями от производства цианистого натрия – каждый решит для себя 3 апреля. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. Вы смотрите новости Казахстана. Число заключенных, вскрывших себе животы в колонии поселка Адбасарок Молинской области, гораздо больше официальных данных КУИС. Правозащитник Вадим Курамшин утверждает, что животы себе вскрыли по меньшей мере 60 человек. Они 8, как ранее сообщали в Комитете уголовно-исполнительной системы. В КУИС отмечают, что акцию протеста с требованием послабления режима содержания устроили рецидивисты, за плечами которых убийство и изнасилование. При этом медицинская помощь оказана всем пострадавшим. Правозащитники же уверены, бунты в этой колонии происходят по другим причинам. В колонии строгого режима 166-4 поселка Адбасарок Молинской области 8 осужденных порезали себе животы. Один из них до сих пор находится в госпитале. Остальные после операции вернулись отбывать наказание. По официальной версии КУИС протестующие требовали изменить режим содержания, а также перевести их в другие колонии. Правозащитник Вадим Курамшин, отбывавший наказание в Адбасаре, рассказывает про другие причины протеста. Пытки, пытки, пытки. Еще раз пытки. Они ничего не требуют в себе. Никакого послабления режима содержания, как это списывается официальными лицами из тюремного ведомства, они не преследуют. Все это было и на моей, извините, шкуре лично. По версии Курамшина, заключенные этой колонии вынуждены регулярно идти на крайние меры. Также он рассказывает об иных цифрах ЧП. По его данным, животы вскрыли не 8, а 60 человек. КУИС обвинения отрицает. В свою очередь, родственники осужденных уже два дня пытаются добиться встречи с заключенными. Но администрация колонии игнорирует просьбы. Мария Сулейменова приехала к племяннику Канату Жубалаеву, забеспокоившись, когда тот перестал звонить. По данным правозащитников, серия бунтов в колониях началась еще в 2002 году. До последнего времени администрации удавалось скрывать факты членовредительства. Однако сейчас обо всем происходящем за решеткой знают не только родственники осужденных, но и пресса. Активизацию заключенных Вадим Курамшин связывает с их желанием защищать свои права, хотя бы при помощи акций протеста. Людмила Экзархова, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Получат ли воспитанники детских домов положенные по закону квартиры? Почему матери-одиночек вычеркивают из списков нуждающихся в жилье? И когда наконец-то государство начнет выполнять свои обязательства по обеспечению квадратными метрами социально уязвимых слоев населения? Эти вопросы поднимались сегодня на заседании Можелиса в ходе обсуждения законопроекта о жилищных отношениях. Документ был принят не так давно, в 2009 году, однако в нем оказалось огромное количество пробелов. О работе над ошибками в материале столичных корреспондентов. Через несколько месяцев этим ребятам предстоит покинуть детский дом. Куда идти, Олеся Масунова, она прожила здесь почти 10 лет, не знает. Если ей удастся поступить в ВУЗ, учебное заведение предоставит комнату в студенческом общежитии. В противном случае дорога одна – на улицу. Дальше я, конечно, не знаю, что будет, но будем учиться, стараться, как лучше. Кроме детей-сирот, в очереди на получение жилья из Госфонда еще значатся 140 тысяч граждан из так называемых социально незащищенных слоев населения. Поэтому ни один чиновник не может сказать, когда же очередь дойдет до Олеси Масуновой. Знают только одно – если она не успеет получить квартиру до тех пор, пока ей не исполнится 23 года, ее вычеркнут из списка нуждающихся. Достигнув 23 лет, согласно действующему законодательству, они с этой очереди снимаются, к сожалению. И поэтому многие есть масса недовольных детей, которые повзросили, но так и не дождавшись. Пожалуйста, пока парламент не примет этот закон, не выкидывайте детей-сирот. Тем более проблема эта острая. Вы знаете, что недавно в Астане было несколько попыток даже этих детей, которые стояли на очереди, на которых выбросили из этой очереди. Даже были попытки самосожжения. Пробел в законе решили восполнить. Обновленный документ был принят в первом чтении. Мы даже в законе прописали, что обязательно местные исполнительные органы должны детям дать сиротам квартиру до 29 лет. А если есть объективные какие-то причины, которые не дали возможность этому ребенку дать эту квартиру, то он должен остаться на той льготной очереди, в которой стоял он до этого. И он должен получить квартиру. Впредь выкидывать из очередей детей и матерей-одиночек никто не будет, обещают чиновники. К тому же категории малоимущих теперь относят людей с доходом не выше 49 тысяч тенге. Им положено жилье из госфонда за умеренную арендную плату. Правда, в столице небольшой ее назвать сложно. У нас сегодня есть методика начисления арендной платы, но она носит рекомендательный характер, она нашим приказом установлена. Поэтому в основном акиматы других регионов это придержится методики, но в ряде регионов именно завышает стоимость арендной платы, что действительно, я считаю, что 220 тенге это очень дорого, конечно. С платой за аренду чиновники пообещали в скором времени разобраться. А вот когда все очередники наконец-то въедут в положенные по закону квартиры, сказать не могут. Дело в том, что в Казахстане строится не более 2000 квартир в год. Иван Тулинов из Астаны, Казахстан. И у меня на этом все. Таким был День в Казахстане. Берегите себя.